11-е спартакиада работников кировского филиала акционерного общества «Апатит» набирает обороты. Уже прошли соревнования по настольному теннису и лыжным гонкам. Теперь определились победители и призеры первенства по волейболу. А тех, кому благоволит спортивная удача, в нашем сюжете. За победу борются 8 команд. Половина из них – сборные. Чтобы набрать оптимальный состав игроков, подразделения предприятий объединяются друг с другом и с дочерними зависимыми обществами. Турниру это идет только на пользу. Исход встреч непредсказуем. Удивляет немножко сдали лидеры позиции – кировский рудник, рассумчурский рудник. Теперь у нас в приоритете. Вот сегодня финал состоится. Механик играет с обогатителями за право быть победителями турнира. Скорее всего, определился уже у нас точно сегодня после игры управление. Заняло третье место. Как бы такие команды, где женщины присутствуют, играют. И вот поднимаются настолько высоко, что мужчинам поучиться у них можно. По итогам спартакиады 2017 года кировский филиал «Механика» стал в волейболе вторым. Команда обогатителей заняла третье место. И вот новая встреча. С первых минут кажется, что удача на стороне дочернего зависимого общества. «Механик» открывает счет и даже идет в отрыв. Но спортивная «Фортуна» – дама капризная. Команда начинает ошибаться и в итоге проигрывает. Победитель первенства по волейболу – сборная двух обогатительных фабрик и аналитического центра. В этом году так повезло, что у нас собрались самые сильные игроки в команде. И мы практически с начала турнира узнали и были уверены почти на 100%, что мы выиграем в этом году. Самым ценным игроком турнира признали Юлию Байбикову. По итогам трех видов спорта сборная обогатителей и аналитического центра – промежуточный лидер спартакиады.